Здравия соратники! Мы страдаем просто от жары, но тем не менее собрались силами, чтобы записать этот ролик. Ролик о катушках Миши, в общем-то о небольшом опыте, который и наблюдениях, которые я, собственно, хотел бы, чтобы вы использовали, которые есть у меня наблюдения. Я уже говорил об способе съема энергии с помощью разных катушек. Рекомендую любые, потому что они просто колебляют эфир, колышат на максимальных частотах. 1 МГц достаточно. Но я заметил, что если взять на съемные катушки и вот так соединить, просто, проще говоря, замкнуть, то получается очень интересный эффект. У меня ощущение, что как шкуру сдирают. Это первый нюанс. Рекомендую использовать, ну, раз в неделю, может быть, раз в две недели и очень краткое время. Потому что, вот, действительно, все внешние слои, какой-то как антивихрь внутрь получается. Если тут обычный вихрь, второй, то тут какой-то антиторой, и прямо поглощается энергия. Это необходимо делать только в крайнем случае, если нужно что-то убрать. Какие-то порчи там прилетели, еще что-то, ну, не важно. Хотя и при обычной работе катушками, когда внутренние тела резонируют, а внутренние тела самые глубинные, начинают резонировать с эфиром, то все вот эти структуры, которые вредничают, которые мешают, внешние прилетели, внутренние свои блоки, они постепенно начинают всплывать. Это примерно как ящик с песком, и там разные деревянные, железные разные штучки. И наше тело, условно, как ящик с песком, если снаружи постукивать, вибрация высокочастотная, то песок как бы начинает выталкивать весь мусор, который внутри, и его сверху становится видно, и можно убрать, осознать. Это очень хорошее свойство катушек. Ни разу не реклама абсолютно. Я ничего финансово не получаю от Александра Мишина, от производителей. Производители можно любые. И более того, можно самому сделать такие катушки. Любой частотник, любой источник сигнала, 2 МГц, 5 МГц. До какого-то времени эфир будет принимать, а потом просто некое перенасыщение происходит. То есть, я думаю, что 1 МГц это вполне достаточно для того, чтобы работать уже с этими катушками. Тем более, что с гармониками от второй катушки ловящей это будет до 3 МГц, как я уже говорил. Вообще, рекомендую сделать самостоятельную бифилярку плоскую, из проволока в лаке, плоскую бифилярку стандартную, тесловскую, и подключить любой источник сигнала. Не важно, даже какой это будет, прямоугольный, или какой-нибудь, любой воскочастотный сигнал, как я уже говорил. Следующее наблюдение, то, что при работе с катушками поля как бы уплотняются, это я уже говорил. И на резонансе с этим можно делать некоторые мудрые. Вот простейших таких, как я уже говорил, синхронно, то есть, будет переплетение, некое уплотнение внешних, в том числе, полей. Можно делать от таких простых, как лужечка, синхронно, до таких простых, синхронно. Можно делать колыбель, то, что я называю колыбель, когда поля внешние складываются, гармонизируются, убираются пробои. Структуры это, казалось бы, простая, да? Либо вот голова, женская половина, ну, условно, женская левая. И вот так, чуть-чуть, не закрывая, вот так и вот так. То есть, это совместно. Одна укрывает другую. Можно сказать, что взаимополощь. Структур, на самом деле, много. Можно и вот так вот накрывать. И потом вот так. Можно вот так. Эти все мудрые, они как бы уплотняют некую внутреннюю капусту. Лотос, как угодно. Это все внутренние тела в гармонии друг с другом. Можно делать и вот так, и вот так. Вариантов много. На самом деле, я наложил на эти мудрые некие луны, поэтому сейчас они немножко иначе работают. Они работают намного лучше. Поэтому пользуемся эффективно. Как я уже сказал, если нужно что-то с себя содрать, удивлен, что есть такой эффект, пользуемся мудрыми и работаем с катушками. Это то, что необходимо для всех, во всех случаях практической жизни. Это помогает отсечь негативное воздействие, влияние. Особенно снизу, высокочастотный сигнал постепенно помогает убрать все подарки, все подключки и так далее. Но не все, но какую-то часть, по мере осознания. И, соответственно, естественно, прочищает мозг. Так что добра, соратники. Какие вопросы пишем в комментарии, что-то, что смогу, отвечу. Пока.